МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад представить, сегодня здесь, в студии телеканала Аль-Аминур, Афина! АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько было дорог, сколько было друзей, Сколько б я не жила, Жизнь била все сильней. А кого б не ждала, тот приходил, но Жизнь она карусель, жизнь это не кино. Сердце нам пополам неразберимо, Мне увидеть тебя необходимо. А я стою на краю берега синего моря, А я сама себя зову в перекате поле. А я сама себя зову в перекате поле. Сколько было афиш, сколько было цветов, Я имею друзей, а не считаю врагов. Я хотела идти с поднятой головой, Просто хотела любить и оставаться собой. Сердце нам пополам неразберимо, Мне увидеть тебя необходимо. А я стою на краю берега синего моря, А я сама себя зову в луковое горе. А я сама себя зову в луковое горе. Сколько было дорог, Сколько было друзей, Сколько б я не жила, Жизнь была все сильней, А кого б не ждала, тот приходил, но Жизнь она карусель, Жизнь это не кино. Сердце нам пополам неразберимо, Мне увидеть тебя необходимо. А я стою на краю берега синего моря, А я сама себя зову в перекате поле. А я сама себя зову в берега синего моря, А я сама себя зову в перекате поле. Здравствуй, Афина. Здравствуй, Димочка. Как настроение? Отлично. Особенно, когда вижу тебя. Да? Не была у нас достаточно давно. Что нового произошло? Что происходит вообще хорошего? Все очень много хорошего. Во-первых, я соскучилась по вам. И вообще по каналу Ля Минор, потому что, когда заходишь сюда, вот эта теплая атмосфера, когда тебе все улыбаются, особенно когда девочки, начиная от гримера и заканчивая администратором, говорят, что вот Афиночка, вы заходите, и сразу все так солнечно и светло. И я хочу ходить хоть каждый день. Но я могу честно сказать, я искренне люблю ваш канал. Спасибо большое. А что нового происходит? Очень многое. Значит, ну первое, это я могу похвастаться, что я завоевала номинацию «Женщина года» в области культуры. Причем награждала меня Валентина Ивановна Матвиенко. То есть в Питере? В Петербурге, да. Потом я номинирована на многие премии. Но об этом говорить не буду, чтобы не занимать время, потому что есть сайт мой, на котором можно все найти и, естественно, же голосовать за меня. Вот. Потом, значит, сейчас у нас, наконец, начались гастроли. Это по Ростовской области у нас. Потом у нас будет Вологда. Передаю привет девчонкам. Там сидят мои девчонки. Да, нет, там просто такие две славные девочки. Я их так люблю, не могу. Это Олечка и Аленка. Вот. Потом у нас будет Тверь, у нас будет Оренбург, у нас будет Архангельск. Потом 15 декабря у нас будет Киев. И я с гордостью могу сказать, что по киевским радиостанциям я звучу славу тебе, Господи. И спасибо огромнейше Анатолию Евтухову и его супруге. Что они дали возможность мне звучать. И я теперь на втором месте по радиостанции. Поэтому я счастлива. То есть, как бы, знаешь, ну не зря работаем. Потому что, если учесть, что наша команда не настолько большая. Это у нас вот мой директор Дмитрий, мой администратор Светочка, и помощница моя Ниночка, и звуковик Андрей. Все. Но по гастролям мы, конечно же, берем и живой коллектив. Также мы берем... Сколько народу в живом коллективе? Пять человек у нас музыкантов. Четыре человека балета, потому что поняли, что нецелесообразно брать большие коллективы. Четыре человека мальчишки, девчонки. Двое мальчишек и две девчонки. Да. И очень красивые, и очень талантливые. Между прочим, сейчас вот мы 13-го числа начинаем первый наш концерт, это Ростов-на-Дону. И это будет происходить в филармонии. Ребяточки, очень жду, если смотрит меня Ростов. И близлежащие города, потому что там вот все те города, которые мы охватываем, они, в общем-то, достаточно близко к Ростову, да, на Дону. И я с гордостью могу сказать, что танцоры мои выходцы именно из Ростовской области. Саша, например, с Батайской, а Лена с Сальской. Так что вот такие вот у меня новости. Вот все очень хорошо, мы двигаемся, мы работаем. То есть на родине ребята будут выступать. Да, да. Это хорошо, что есть хорошие новости, которыми мы можем поделиться. Димочка, в пору, когда нет спонсоров, когда нет поддержки, а ты все делаешь сам, я могу сказать, что я горжусь за себя и за свою команду. Да только дай бог. Спасибо большое, я знаю, что ты добрый. Алло, здравствуйте. А, уже звоночек? Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, как зовут вас, откуда позвонили? Добрый вечер. Добрый вечер. Только по-быстренькому, по-быстренькому. Да, да, из Волгды. А, из Волгды. Слушайте, так это ж... Оленька, неужели это вы дозвонились? Да, это мы дозвонились. Ай, ну давай коротенечко говорим, потому что много звоночков и хочется много песен вам подарить, да? Это точно. А, Синюшка, хочется сказать вам, что вы у нас самая несравненная, самая любимая, что вы удивительный, добрый, светлый, мега-талантливый человечек. Мы вас очень любим. Спасибо, Боженьки, что подарил нам в ад. Если учесть, что я с ними знакома буквально три недели. Я даже их в живьем не видела. Вот так вот переписываемся, вот такие вот милые девочки. Оленька, спасибо большое. Спасибо, приходите на концерт в Волгду, там можно будет пообщаться лично. Да, да, 12-го Волгда, а 13-го Череповец. Поговорить, может быть. Поговорим, конечно, мы даже поужинаем. После концерта что-то. Душа кричит, так называется. Ой, как кричит. Пьеса следующая. Ой, как кричит. Ты знаешь, она у меня всегда кричит, поэтому я с удовольствием представляю новую песню. От счастья до порога, недолгая дорога, и я его украла. Люди, не судите строго, от любви сгорала, и не думала, что будет. Я его украла, а он меня погубит. Душа кричит, я не могла иначе, пускай на миг, а после пропаду. Но я смогу, смогу, я не заплачу. В огонь и боль я за ним пойду. Не знала, не гадала, любовь свою искала, у Господа просила, не много и не мало. И голова кружилась, как от вина хмельянова. Я для себя украла и стала одинокой. Душа кричит, я не могла иначе, пускай на миг, а после пропаду. Но я смогу, смогу, я не заплачу. Душа кричит, я не могла иначе, пускай на миг, а после пропаду. Но я смогу, смогу, я не заплачу. В огонь и боль я за ним пойду. Душа кричит, я не могла иначе, пускай на миг, а после пропаду. Но я смогу, смогу, я не заплачу. Душа кричит, я не могла иначе, пускай на миг, а после пропаду. Но я смогу, смогу, я не заплачу. В огонь и боль я за ним пойду. Душа кричит, я не заплачу. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Здравствуйте, наша любимая звездочка. Это опять звонит Полох, да это Алена звонит. О господи, вы что, прям теперь по очереди там будете, девчонки, звонить, а? Одинушка, спасибо вам. Да и другим, наверное, надо звониться. Ну говори, Аленушка, здрасте. Спасибо вам большое за ваше творчество, мы вас просто обожаем. Очень рада общению с вами. Приезжайте скорее к нам в Полох, думаю. Да уже немножко осталось, Аленушка. Уже совсем ничего, меньше месяца, не, почти месяц. И все, я уже к вам, у вас в Вологде. Вам спасибо за доброту и спасибо вам за помощь, за то, что вы мне пишете, за то, что вы общаетесь. Я люблю вас. Вологда, ждите меня 12-го. Спасибо, Афинушка. Спасибо вам. Афин, скажи, пожалуйста, ты когда посещаешь города, успеваешь заскочить какие-то, посмотреть? Достопримечательно. Обязательно. Серьезно? Обязательно. Димочка, знаешь... В Вологде куда пойдешь? В церковь, в первую очередь. Первое, что я посещаю всегда, это какие-нибудь соборы, монастыри, ну, вообще все, что связано с церковью. Нет, не потому, что я, может быть, там, ты подумаешь, что я там до фанатизма, но я просто очень это люблю. В Вологде я была, наверное, лет 15 назад. Вот, например, даже вот, когда я приезжала в Киев, да? Ты был в Киеве? Да. Ой, какой красивый город. И вот как раз-таки Ларисочка, весь она меня слышит, привет, я тебя люблю. Вот, она меня все время возила по всем церквям. И это какой-то, вот, знаешь, своего образа ритуал. Уже как бы традиция такая. Ну, Киев, это, видимо, Киев и Печорская лавра. Ну, и помимо этого, да, Печорская лавра, да, обязательно. Ну, и помимо этого, естественно, ну, там, знаете, скотичку сходи там, потанцевать. А самое главное, например, если брать Киев, то это обязательно Бессарабский рынок, да? Ой, нет, не Бессарабский. Господи, как же у них рынок-то в Киеве называется? Ну, сало там продают. А, на Крещатике, который находится рынок. Вот, сало! Да, вот это вот самое главное, что можно привезти, например, из Украины. А тут недавно к мамочке съездила в Сухоми. И тоже посмотрели, знаешь, ну, после войны же там все разрушено было. И вот мне было очень приятно, что в Сухоми сейчас все это восстанавливается. Дай бог, я так хочу подарить своим сухомчанам концерт. И для этого ведутся переговоры. И я уверена, что сейчас смотрит моя мама. Я ее очень люблю. Мамочка, я тебя обожаю просто. Живи долго-долго. Вот, и там, конечно, очень вот эти вот Новый Афон, Рица, Новоафонская пещера. То есть, конечно, я стараюсь сделать так, чтобы что-то посмотреть. А вот в Оренбург поеду, первое, что я хочу, это платок пуховый. В Оренбург. Мамочки и свекровушки. Да, Оренбургский пуховый платочек. А Оренбургский пуховый платочек. А вы, ты знаешь, я был не так давно, летом такой тур по городам, по многим. Очень удивился. В Туле, я подошел в Туле к человеку, к нам, говорю, с погонами. Я говорю, дяденька, где купить самовар? Ну, в Тулу с самоваром. Да, да. Он мне говорит, в Москве. Да ладно? Серьезно? А в Вологде разыскивал кружева известные, в Вологодские. А, вот, кстати, Аленушка, готовьте мне кружево. И как-то, ты знаешь, не особенно нашел. Да ладно? Серьезно. Хотя лошадь там стоит шикарная совершенно на берегу реки. Лошадь с батюшком. Поэт батюшков и рядом конь. Ничего себе. Да. Ну, я надеюсь, мои поклонницы меня поводят по Вологодску. Да, я думаю, ты увидишь, конечно. Туда возят свадьбы. И девчонки на этих свадьбах так, они хихи... Конь там, не лошадь, конь. Подожди, настоящий что ли? Конь, да нет, ну памятник. А, памятник. Конь, конечно, огромный конь. И девчонки со свадеб там так хихикают около него. Правда, не знаю почему. Алло, здравствуйте. Не хочу. А говорите громче. Тихо. Больше двух говорят вслух. Как говорилось в пионерском лагере в какой-то... Здравствуйте. Если вы нас слышите, давайте поговорим. Если нет... Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас и откуда? Здравствуйте. Кропоткин, Краснодарский край. Очень приятно. Краснодарский край. Краснодарский край. Как зовут вас и, пожалуйста, Афина... Золотарик мой любимый. А так это Лариса. Ой, это же Татьяна. Это тоже люди, к которым я езжу выступать очень часто, но они теперь наши друзья. Афиночка, Зайка моя любимая. За твою голос России, на. Татьяна, спасибо огромнейше. А ничего, сегодня все решили меня навестить. Да, Танюшенька, привет Кропоткину всему. Это наша любимая девочка. Она меня поздравляла. У нас с мужем жемчужная свадьба. Была жемчужная свадьба, и мы их только вчера отправили. Мы с тобой, любимая, порвем всех. Да, порвем, порвем, порвем. Так нет, просто они продолжают справлять жемчужную свадьбу. Они прилетели к нам в Петербург. Мы им первый раз в жизни. Они были где-то лет 30 назад, наверное, в Петербурге. И вот мы им показали. Мы им устроили такой праздник. Сняли гостиницу. Разбрысали лепестки роз, шампанские цветы. Знаешь, как положено для молодоженов? Опять же, это говорит о том, что для меня очень важны мои люди, те, кто меня слышит, кто меня любит. Это ведь люди, у которых мы работаем, выступаем. Но в то же время это такие родные уже люди, потому что я как-то не понимаю, как это происходит. Но иногда меня спрашивают, как ты все успеваешь? А я успеваю с ними и работать, и общаться, и дружить, и любить. То есть они для меня уже становятся как неотъемлемая часть моей жизни. Моя семья, понимаешь? Для меня это очень важно. Это же хорошо. Да, я знаю. Я просто люблю людей. А это важнее всего. Ну, душа уже у нас откричала. Мой ангел. Да. И я хочу посвятить ее одному человеку. Он знает. Субтитры подогнал Игорь Негода. Говори, говори Сколько раз обещала себе Что одно я отправлю письмо Сотни дней полуночной мольбе Я молилась за счастье твое Тоскую, мой ангел, тоскую По взгляду пленительных глаз Ревную, мой ангел, ревную К тому, кто с тобою сейчас Как же больно любить и не знать С кем ты делишь безумную жизнь И приходится сердцу страдать Тяжело безответно любить Тоскую, мой ангел, тоскую По взгляду пленительных глаз Ревную, мой ангел, ревную К тому, кто с тобою сейчас Я знаю, мой ангел, я знаю Любви без страданий не быть Сгораю, мой ангел, сгораю Нет сил безответно любить Тоскую, мой ангел, тоскую По взгляду пленительных глаз Ревную, мой ангел, ревную К тому, кто с тобою сейчас Ревную, мой ангел, ревную К тому, кто с тобою сейчас Алло, здравствуйте 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 Как зовут вас, откуда позвонили И, пожалуйста, Афина, ваши вопросы Может быть, просто эмоции Здравствуйте Здравствуйте, Афина Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Меня зовут Белопухова Наталья Я из города Ермолина Ой Я очень рада, что вам дозвонила Что слышу ваш голос У меня к вам три вопроса Да, Наташенька У меня, значит, первый вопрос Скажите, пожалуйста С чего началась ваша сольная карьера После проекта Таис И с кем бы вы хотели сотрудничать И с поэтов или композиторов Так И огромное-огромное вам спасибо За ваше творчество Очень ждем вас в Ермолина И большой привет вам от Леночки Я думаю, вы поняли от кого Всего доброго Спасибо вам огромное Да, спасибо Спасибо Наташенька, значит, Наташа, правильно, да? Я отвечаю по порядку А все дело в том, что После Таис Я уже, наверное, долго говорить не буду Потому что все вот на сайте написано Вообще все обо мне И уже столько статей вышло Но просто в одночасье я решила Что пора мне петь Таис это псевдоним, Дим Я знаю, проекта и сафинская Ты проекта и знаешь, да И этот проект дал мне очень многое в жизни Потому что я вышла как раз-таки из ресторана То есть я работала 16 лет в ресторане Потом появилась Таис Спасибо братьям Синицким Которые мне этот проект предложили А потом я так подумала Ну да, настольная книга моя Таис Афинская Но уж коли мне дали имя Афина То зачем мне тогда псевдонимы И плюс были песни, которые мне не очень нравились Потому что мне диктовали условия Что петь А потом я уже решила самостоятельно заняться карьерой И естественно, хочется сказать спасибо Володе Бугаеву Это моему очень близкому человеку Которому я отношусь с уважением Он мне помог Помог реализоваться именно как певица С именем Афина И был записан клип «Небо в октябре» С Сашей Игудиным И был как раз записан первоальбом И все, и вот так вот и пошло Что касается композиторов и поэтов То я, наверное, сейчас Не смогу перечислить всех Но вот в последнее время, с кем я работаю Это гениальная, конечно, поэтесса Марина Снегирева Гениальная композитор Лена Камская Вот песню, например, «Душа кричит», которую я спела И еще пару песен будет Я много песен новых привнесла Ты даже как-то не отреагировал Нравится тебе, не нравится, Димочка Мне же важно твое мнение Хорошие песни Спасибо, да Так мы же поем хорошие песни Вот, ну, словом, не мальчика, но мужа Ну вот, и, естественно, я хочу еще раз подчеркнуть композитора и поэта Это Эдуард Видный Я думаю, он у вас был тут в гостях Просто мега талантливый Мега талантливый поэт и композитор Я с удовольствием пою его песни Плюс, конечно же, хочется отметить Игоря Азарова с Региной Лисец Олю Коротникову в Виор Всех не перечислить Зоинька из Белоруссии Которая написала мне очень много красивых песен Кого не перечислила, пускай не обижаются Но я постоянно с директором Мы с Димочкой, не я Неправильно сказано, я не люблю Мы с Димочкой постоянно проверяем почту На почту присылают очень много У меня таких вот именитых композиторов, поэтов нет Вот я записала в свое время Игоря Азарова и Региной Лисец «С неба в октябре» и «Стрекоза» А потом я стала смотреть, что на самом деле Очень много талантливых, неизвестных композиторов, поэтов Которые пишут хорошие песни Сотрудничество очень хорошее, хорошие песни Я думаю, что вы сейчас услышите очень много хороших песен Вот, ну и в общем-то, по-моему, я ответила И спасибо огромнейше Наташеньке и Леночке Я сейчас поняла, кто это звонит Господи, Наталья Белопухова У меня есть две поклонницы Знаешь... Как две? Нет, я... Нет, их очень много Но это особые девочки Леночка Саламат Она слепая Я к ней в гости иногда езжу Навещаю, дарю подарочки Поздравляю, да, в Петербурге А это ее подруга Наташа Вот как назвала она город, я не помню Но мы с Наташенькой посредством мобильной связи Она мне пишет смс-очки И передает через Леночку Когда я к Леночке долго не приезжаю Потому что постоянные гастроли Вот, и я могу сказать, что Очень часто у меня на концертах Люди с ограниченными возможностями Кто-то без ног, кто-то там слепой Кто-то ходит на вот этих ходуночках Кто-то на колясочке И я всех их очень люблю И для меня, конечно, это святое Чтобы они присутствовали ко мне У меня на концертах как гости Как приглашенные друзья, вот так вот скажем Слушай, ты упомянула имя Эдуарда Виднова Скажи, пожалуйста, у тебя нет с ним дуэта? Хороший вопрос Нет, просто понимаешь... Нет пока Но я думаю, что споет Нет, почему у меня родилась сразу эта мысль Потому что он обладает таким Мистем, таким красивым Очень красивым голосом Федик, пиши песню, если ты нас смотришь Поэтому я почему-то думал, честно говоря Что ты сейчас скажешь, что у меня уже три дуэта Нет, у меня дуэт есть с Антоном Яковлевым У меня есть дуэт с Пашей Ростовым У меня есть дуэт с Александром Юрпаловым Между прочим, скоро мы его выпустим Потому что песня получилась вообще бешеная Красивая Называется «Хочется тишины» Подальше от этой земли Красивая Вот И сейчас я с гордостью могу сказать Что уже аранжировка делается На студии Кости Костомарова Это один из ведущих звуковиков Дробыша До этого, конечно, мне еще делал Я хочу сейчас просто почтить память человека Потому что буквально позавчера в ночи Умер Саша Полтраусов Который писал очень много аранжировок И Любе Успенской, и Аллегровой И Диане Гурцкой И многим И мы с ним сотрудничали 16 лет И могу сказать, что это очень большая потеря Потому что мега талантливый аранжировщик И вот Алло, здравствуйте 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 Привет, Афиночка Звонят тебе Стамбова Зовут меня Евгения Я надеюсь, ты поняла Евгения и Стамбова Евгения Стамбова Женечка Да А фамилия как? Мишина А-а-а Да Это я когда выступала в Тамбове Два раза подряд мы выступали На соревнованиях пляжного волейбола Да, Женечка, говори быстрее, каратенечка Слушай, у меня такой вопрос В ближайшее время планируются гастроли по Южному федеральному округу Когда же уже будут гастроли по Черноземию? Мы все так ждем Ой, ну это самое, Женечка, миленькая Но не все в наших силах Потому что у кого-то есть определенные прокатчики Которые это делают Я как человек, не ратирующийся очень сильно по телевизору Только вот канал Леомино Нет, ну я кривлю душой Бывают, конечно, съемки Но чаще всего у вас За что я вам просто безмерно благодарна Спасибо и низкий вам поклон за это Но Меня знают мало К сожалению, да Я Что значит мало? Женщина года в Санкт-Петербурге Но в Санкт-Петербурге я уже взяла, Дима Там уже все Уже город, ну если я собираю БКЗ Октябрьский Ну о чем говорить Вот А Октябрьский это 3,800 человек Минем Ну вот То есть следующий Следующий рубеж это Кремль Я не буду так громогласно заявлять Потому что это сложно А планируем 24 февраля Концертный зал Мир Ага И будет у меня в гостях Саша Ерпалов Если запишем с Эдиком дуэт Почему нет Если Танечка даст согласие Буланова тоже будет И будет заслуженный артист России Мой любимый человечек вообще Которого я просто безмерно уважаю Обожаю это Эвклит Квердзидис Вы наверное знаете Вы это слышал Нет Леди знает такой спектакль Очень популярный На шуме Спектакль да Ты что ни разу не видела Дима Значит ты ничего не видел в жизни Друзья Я признаюсь в том Что не видел Что лох В этом смысле Нет я не лох и груши Как жаль Я посмотрю Я посмотрю Да я про песню говорю На телефоне Как жаль Мы это и подвели А я думал к львице мы уже перешли К львице Нет Как жаль Как жаль И знаешь почему я поставила сегодня эту песню Потому что именно Эвклит Квердзидис Обожает эту песню То есть фактически для него Я тебя люблю и ты смотришь Фактически для него Да Он друг Не подумайте ничего плохого Как жаль Что мы с тобой не расставались Не радовались И не огорчались Не торопились Вечером домой Как жаль Что мы не встретились с тобой Ты никогда Мне не дарил цветов Не говорил хмеляных Счастливых слов Ни осенью Ни летом Ни зимой Как жаль Что мы не встретились С тобой Ты одиночество мое Не согревал Не позвонил ни разу И не написал Когда б ты только знал Любимый мой Как жаль Что мы не встретились С тобой Ты моим именем Не называл планет Из наших окон Не струился свет И ночь Казалась Сотни лет Длиной Как жаль Что мы не встретились С тобой Длиной И ночь Мы встретились С тобой Как жаль Что мы с тобой Не расставались Не радовались И не огорчались Не торопились Не торопились Вечером Домой Как жаль Что мы не встретились Мы встретились С тобой Сотни лет Сотни лет Сотни лет Сотни лет Сотни лет Гром аплодисментов звучит В этом месте Это, кстати, Лена Камская Написала Алло, алло Говорите Ура Ура? И нам тоже ура Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас И откуда позвонили вы? Добрый вечер Здравствуйте Да, добрый вечер Мы говорим Говорите Откуда вы позвонили? Это опять я Афиночка моя Любимая Золотарик Так Татьяна Дай дозвониться другим Говори Не было октябре Афиночка Золотарик мой Алло А не было октябре Алло А не было октябре Можно? А будет Будет Песня будет Будет Песня будет Хорошо, Танечка Будет через песенку Обязательно Заявки пошли Спасибо Да, уже заявки пошли Заявки уже пошли Скажи, пожалуйста Как строится твой сольный концерт Из чего он состоит? Это драматургическое какое-то построение Ты точно знаешь, какие песни пойдут одна за другой? Или же ты смотришь за залом? И как ты можешь менять? Ты знаешь, Дим, на самом деле ты прав Бывает и так, и так То есть у нас составляется определенная программа Мы составляем список песен Почему мы их составляем? Потому что у нас получается через песню или через две идет балет В зависимости от сложности переодевания костюма Мы делаем там, если сложный костюм, да, и переодеться надо побольше времени То мы поставим между танцами две песни Но Бывает так Нет, сначала все идет по программе А бывает так, что я, конечно, там иногда вставляю самодеятельность Дима меня за это очень ругает Что значит самодеятельность? А я объясню Потому что, например, вот я смотрю по публике, да? Им нравятся романсы Я ведь иногда пою и русские, и мировые романсы Я пою французские романсы Я пою Эдит Пиар, Шарль Знавур Я пою Эдит Пиар Ну, я много пою классики Гершвина, Эл Фиджер Вот И когда я вижу, что людям это нравится Я вставляю что-то свое То есть путем объявления в микрофон Директору ничего не остается делать И звуковику Как поставить, да, то и музыкант А музыканты уже, конечно же, наготове И они прекрасно понимают Они уже знают меня Что если какое-то там изменение такое резкое, да То они уже готовы То есть у них у всех ноты есть И, естественно, иногда бывают такие концерты Где мы уже четко прописали программу И уже откуда не может быть Это уже когда какие-то там Ну, слишком заказные, серьезные песни И люди говорят определенно, что они хотят А сколько длится концерт в среднем? И сольник? Сольник, значит, как сольник? Сказала мне последний раз Ой, крайний раз Эмма Васильевна Лавринович Это хозяйка наша БКЗ Октябрьского Хозяюшка Медной горы Я бы даже сказала Потрясающая, сильная женщина Я ее просто обожаю Вот, кстати, 23 февраля У нас будет БКЗ Октябрьский А 24-го как раз концертный зал Мира Вот два васольника больших подряд Два сольных концерта Вот, она мне сказала Что если будет больше трех часов То, значит, я делаю такие штрафные санкции То есть чуть ли не 300 тысяч за каждую минуту Потому что последний Ой, перед этим я делала концерт Недорого? Недорого Ну, Господи, что такое 300 тысяч? Я тебя умоляю Вот, потому что я делала один раз концерт И у меня длился он почти четыре часа Да, и некоторые люди говорили Жаловались, она говорит Я говорю, а на что? Ну, что так долго, что на метро опаздывали И я говорю, так, а чего? Взяли-то и ушли Они говорят, нет А как уйти, если нравится? И вот приходится, да, иногда по два, по три, по четыре часа Но это минимум Минимум два часа Вот в Ростове-на-Дону у нас точно будет Два-два с половиной Тогда надо брать по два дня на концерт А зачем? Ну, чтобы больше народу послушал Ой, дай бог, чтобы вот пришло столько, сколько придет Я всегда, да, меня все время спрашивают Афина, а у тебя есть вот такая привычка Спрашивать, сколько билетов продано? Я до последнего дня И Дима молодец у меня в этом отношении Он никогда мне не говорит, сколько билетов продано Он ставит меня по факту Вот сегодня столько-то Я помню свой первый концерт в БКЗ-Октябрьском Когда я зашла в несколько церквей и сказала Господи, ну, представляешь, когда человек вышел из ресторана Никогда в жизни нигде не звучал Хотя, в принципе, я была лучшей ресторанной певицей города И меня очень многие знали Вот, и ресторан мне действительно очень многое дал И я шла, и думала Господи, ну дай мне хотя бы 45-50% заполняемости зала И когда раскрываются занавески И я вижу, что зал практически полный А это было 90% Было 90% 23 февраля И я такая Знаешь, я начинается Как раз начинался Начинала я с военно-полевого романса Он такой очень сложный Ну, люди, наверное, подумали, что так и надо Да, что песня серьезная Там погибли два любящих человека Во время войны А я стою и я понимаю, что я не могу остановиться Потому что у меня от счастья От шока, что я первый раз собрала полный зал И у меня слезы льются Я, конечно, была вообще Тогда, конечно, было большое Огромное спасибо Жане Смирновой Она у нас помощница По всем организациям концертов по Петербургу Очень большая труженица Очень большой друг Жанка Не знаю, смотришь ты или нет Но мы тебя любим Алло, здравствуйте Алло А не слышно вас Алло Да, здравствуйте Как зовут вас? И, пожалуйста, Афина Ваши вопросы Может быть, просто слова Алло Добрый день Добрый день Говорите, мы вас слушаем Это вас в Високове, Северодвинске Ух ты Никогда там не было К сожалению Говорите, задавайте вопросы Очень хочется знать Когда будут гастроли в Архангельске? Ой, 6-го Сейчас Сейчас Одну секундочку 6-го Декабря, по-моему Да Да, именно в Архангельске Там, правда, будет сборный концерт Но я там буду петь Ну, наверное, я так думаю Что около получаса Потому что у нас там несколько Три или четыре исполнителя И мы будем там петь Ой, как приятно Так что приходите Приходите Спасибо вам большое Вот теперь львица Львица Что касается львицы Ведь каждая песня Какую я, например, заказываю Я, например, звоню Поэтессе И у нас происходит такой монолог Даже не диалог Монолог Я сижу и рассказываю Что я хочу Вот я позвонила Мариночке Снегиревой И говорю Мариш, вот все меня говорили Что я вот такая вот прям хищница Такая сильная Внутри я, естественно, слабая И очень беззащитная И, конечно же, мне хочется Быть слабой, беззащитной А по жизни Вот так приходится мне быть сильной И она увидела во мне Образ вот такой вот Хищной львицы И родилась Вот такая песня Хорошая Давайте слушать Давайте смотреть Нет, я не белая, пушистая Я золотая, я искристая Вплетаю в гриву шелковистую Заката теплые лучи Луна-подруга серебристая Моя единственная близкая В лесу перебирает листьями Пугая призраков ночи Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Луна светила не напрасно нам Нас утро встретила прекрасно Смотрю на мир глазами ясными И ты мне, без меня, без меня, без меня Что вновь над радужными красками Ты будешь помнить ночи Когда сбежала сною ласкою Тебя терзал прекрасный зверь Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Да, я львица, я львица, я львица Этой ночью тебе буду сниться Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Ты не сможешь прожить даже дня Без меня, без меня, без меня Классно? Хорошая песня. Мне тоже нравится. Тоже из новых. Это вообще новое. Я сегодня очень много новых песен привезла, Димочка, если ты заметил. Я давно заметила. Ты давно уже меня вообще не видел, можно сказать. Я уже просто даже забыла, как ты выглядишь. Я соскучилась по тебе. Серьезно? Конечно. Надо подарить тебе фотографию. СМС-сообщения, кстати, пришли. Пишет тебе Нина из Санкт-Петербурга. Добрый день, Афина. Мне очень нравится ваше творчество. Спасибо за то, что вы есть. Ждем с нетерпением. В ноябре концерт в Питере. Нина. А Сергей из республики Алтаев, город Горноалтайск, пишет вот что. Афиночка, а слабо приехать в республику Алтаев, город Горноалтайск? Сергей пишет. А я хочу Сергею задать вопрос навстречу. А слабо пригласить, Сергей. Браво, Дима, браво, правильно, так и надо. Так вот они все спрашивают. Так приглашайте. Вот на сайте есть телефон директора, на сайте есть почта директора. Пишите, звоните, приглашайте. Мы хоть на Колыму поедем. Не, ну честно. На Колыму? Дим, я недавно дала 10 концертов благотворительных по всем зонам пригорода Петербурга. А почему нет? Это пригород Петербурга, а Колыма все-таки далеко. Ну и что? Там же холодно. А в Южно-Сахалинск, как мы летали. Да? Конечно. А что холодно? У меня шуба. Да. То есть ты не боишься вот этих всех перепадов? А в Африку? А в Африку полетела бы? Я жару переношу даже с 60 градусов. Серьезно? Лучше, чем... А в Африку полетели человек во всех отношениях. Это хорошо, потому что, ты знаешь, вот совсем где-то с год назад была такая история, когда одни очень серьезные люди решили отдохнуть где-то там вот совсем в африканских историях. И несколько артистов отказались. Они сказали, не-не-не. Приглашайте, я в любую точку мира за вами поеду. Господи, Боже мой. Спасибо, Ниночка. Спасибо всем, да? Сергей, нет, это смс-очки. Сайт-то, ты все время говоришь, сайт, 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 сайт. А адрес? Слушай, Дим, Дим, так легко найти сейчас. Проще всего, делается вообще элементарно. Набирается в поиске Афина-певица. И первое, что выскакивает, слава богу, мы уже это заработали, мы это уже заслужили с коллективом. Первое, что выскакивает, это мой сайт. И там вообще все координаты. Кстати, Ниночка, спасибо огромнейшее. Вы, наверное, в курсе, да? Да, что, да, раз она сказала концерт в ноябре. Про ноябрь, про ноябрь, сказал. Да, то 17 ноября, во-первых, у нас же на ремонте был театр эстрады Райкина. А сейчас является художественным руководителем Юр Гальцев. Юрочка его отремонтировал. Говорят, что сделал невероятную красоту. И мы имеем честь после ремонта открывать своим концертом 17 ноября в театре эстрады. Более того, у меня первое отделение будет, значит, открываться романсами, вот как я говорила, и мировыми. А сегодня-то привезла хоть один романс-то показать? А то только рассказываешь про них. В очередь спела, как жаль, между прочим. Как жаль, был хороший романс. Да, это романс. А потом еще буду петь и дит пиаф, между прочим. Но здесь на французском петь у вас нельзя. А так, я сейчас прямо спела бы. Сейчас бы вздрогнул для минор. Ты не представляешь, как я пою. У меня был момент, когда один раз я в ресторане сидела, пела на французском. Переводчица приходит и говорит, вы знаете, вот моя группа хочет с вами пообщаться. Я говорю, они говорят на английском? Они говорят, как, у вас же, говорит, совершенство. Они говорят на французском? А я показываю, знаешь, у меня русскими буквами. Сетерки мапсет журени. А там сетерки мапсет журени, сетерны паней дежурдуи, и львья до селивака живья, треней павсом иль мюзисян. Вот так вот. Да. Красиво? Красиво. Ну, помнишь, да, это па-дам, па-дам, па-дам. Слушай, скажи, пожалуйста, вот есть музыканты, которые с удовольствием рассказывают о своей ресторанной практике, считая ее школой хорошей. А есть музыканты, которые, вот, как бы, они считают, что они появились сразу, сразу. Они стесняются говорить о том, что они ресторанные. Значит, они плохие ресторанные музыканты. Любой ресторанный музыкант будет с гордостью об этом говорить. Ты знаешь, какая это пахота, Дима? Мы работали по пять, по шесть, по восемь часов, по десять, а новогодние, вот предновогодние корпораты. Это сейчас меня на корпоративы приглашают, да, свадьбы, там, дни рождения, корпораты. Мы выходим, я уже, ну, как заработавшая уже статус певицы, которая может позволить себе выйти, исполнить академический час, ну, 45 минут. Но я из той категории артистов, у меня нет регламента 45 минут. Мне надо, я и час спою, и полтора часа спою за те же деньги, да. И, слава богу, мы не завышаем с Димой, мы держим такие хорошие рамки приличия, финансовые, да, что всем мы доступны. Вот, и поэтому нас очень часто приглашают и на декабрь, и на Новый год. Но я говорю про ресторанную работу, потому что это очень сложно. Во-первых, ты там в априори не можешь пить под фонограмм. То есть это невозможно. И это очень сильная школа вокала. И это очень сильная школа выживания. Потому что, представляешь, разные люди, и ты должен к каждому подойти и найти подход. А я была необычной певицей. Мне всегда все было интересно. Почему сидит грустный человек? Какое мероприятие? Почему этих цветы? Почему вот эти ругаются? Почему вот эти целуются? Я всегда узнаю, когда прихожу в ресторан, я сразу спрашиваю, у кого какое мероприятие? Как зовут именинника или невеста женихом? И я все время там делаю подарочки. Ну, короче, в общем, я такая ненормальная была певица. Поэтому я с гордостью заявляю, что я была ресторанной певицей 16 лет. И я очень уважаю труд ресторанных музыкантов, потому что я не понимаю еще тех артистов, которые не дают свои фонограммы петь ресторанным музыкантам. На минусах. На минусах. На минусах. Ребят, милые, я вам точно могу сказать, только ресторанные музыканты делают певцов знаменитыми и популярными. Потому что каждый раз приходили, например, да, желаю тебе из тысячи звезд. Знаешь, сколько денег заработали? А Кабриолет Любочкин, а пропадаю я, а к единственному нежному. А автору заносить не про роли? Это сейчас уже пошло. А раньше это было все очень-очень просто, поверь мне, Димочка. И пели, и делали популярными. Так что, ребята, все ресторанные музыканты, все ресторанные певцы, я вас уважаю, я вас люблю, я вашу. Спасибо за такие слова. Вот как раз «Небо в октябре», я должен сказать то же самое, я пять лет проработал в ночном клубе, ну, правда, не музыкантом, а шоуменом. Поэтому общение с пьяной публикой, что может быть лучше? Да, приятнее. «Небо в октябре» для моего золотарика, для моих вот уже друзей. Не важно, что я у них работаю и пою у них там на свадьбах, на днях рождения. Важно то, что у нас человеческие хорошие отношения. И я очень счастлива, что мои поклонники превращаются в моих близких друзей, близких людей. Я вас люблю, ребятки. Спасибо. В дальние края, в детские мечты. Какое небо в октябре? Холодное, не здешнее, и оно не нужно мне одной. И я скучаю по тебе по-прежнему, по-прежнему, и хочу уехать за тобой. В руки упадет синяя звезда, ты ее любимой назовешь. Только через год или через два, ты меня услышишь и поймешь. Какое небо в октябре холодное, не здешнее, и оно не нужно мне одной. И я скучаю по тебе по-прежнему, по-прежнему, и хочу уехать за тобой. И я скучаю по тебе по-прежнему, по-прежнему, и хочу уехать за тобой. Какое небо в октябре? Сотябре холодное, холодное, не здешнее, и оно не нужно мне одной. И я скучаю по тебе по-прежнему, по-прежнему, и хочу уехать за тобой. И хочу уехать за тобой. Друзья, Афина сегодня в гостях на телеканале «Леоминор» в рамках программы «К нам приехал». Афиночка, на меня сейчас наругались, сказали мне слова, пока ты пела. О чем? Редакторы. Говорят, надо петь. Давай петь? Да. Я предлагаю песню, которая называется «Я пропадаю». Ой, как обожаю вообще просто. Я обожаю эту песню. Вот буквально мы ее даже еще вот только-только свежую привезли. Вот еще даже вот... Я должен сказать, что «Небо в октябре» очень проникновенная песня. Да, красивая. Причем самое главное, что «Небо в октябре» как раз-таки с этой песней началась моя жизнь сольная. И начались мои знакомства с Киевом. Как раз-таки вот с Анатолием Евтуховым и Ларисочкой, которые воплотили в жизнь эту песню. И с нее я начала ездить по гастролям, по дням рождениям и свадьбам. Поехали. Я пропадаю! Я могу твои послушать советы Или перепеть по новой куплеты И делать все, что можно и все, что нельзя Только не могу я жить без тебя Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я могу смеяться, могу разозлиться Или без причины остановиться Делать все, что можно и все, что нельзя Только не могу я жить без тебя Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю, все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю, все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю, все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я его целую, я понимаю, пропадаю я Я пропадаю, все, что было, не было, да не для меня Я его люблю, пропадаю я Я его целую, я целую, я люблю, пропадаю я Я заволновалась. Ты знаешь, я чуть не забыла про слова в припеве. Это же совсем новая песня. Совсем новая песня, поэтому я так волновалась, что даже где-то забыла вступать. Потому что у нас там прописан такой пачечкой припевчик, такой сочный, чтобы посочнее было. Ой, как я заволновалась. Как будто прямо на сцене выступила. Премьера пенсии. Премьера, да. Так, собственно говоря, это и есть сцена, только с огромным залом, который мы не видим. Скажи, пожалуйста, общаешься ли ты со своими поклонниками у себя на сайте или делаешь это где-то в других местах? Я имею в виду какие-то социальные сети. На сайте, естественно, отвечаю. И отвечаю я, и отвечаю директор. Но еще я делаю такие творческие вечера. Я делаю встречи со своими поклонниками, те, кто живет в Петербурге. Но я с гордостью могу заявить, что ко мне приезжают с других городов тоже девочки. Вот в частности приезжали с Саратова, с Самары. Приезжала девочка с Ташкента. Вот два раза они уже ко мне приезжают. А что за вечера? Это концерт, который перетекает? Такое, знаешь, да. Нет, как раз таки со столами, с едой. Я им выставляю на стол шампанское, фрукты. Мы сидим, поем, танцуем. Вот в частности недавно был день рождения. Тоже люди приезжают с разных городов. И мне это очень приятно. А я стараюсь как можно чаще делать с ними вот такие вот просто встречи. То есть когда вот так вот, да, вот когда просто вот так, глаза в глаза, губы в губы, вот вместе рядышком. Здравствуйте. Говорите по... Алло. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас, откуда позвонили? И, пожалуйста, Афина, вопрос. Я Нина Ивановна, я звоню вам из Ростова-на-Дону. Очень приятно, Нина Ивановна. Ой, Нина Ивановна, а вы билеты докупили? Я пыталась вам дозвонить восемь месяцев. Что восемь месяцев? Я пыталась дозвониться вам на «Ля Минор», и у меня не получается, мне все скрывается. А потому что не было меня, Нина Ивановна. Вот сегодня я наконец дозвонилась. Потому что не было меня, Нина Ивановна. Да, я просто, знаете, в «Ля Миноре» познакомилась случайно. Я вот в январе включила телевизор этого года, увидела Елену Ваингу, начала смотреть вот изо дня в день и познакомилась с вами. Каждую песню воспринимаю очень-очень близко к сердцу. Вы мне так нравитесь, вообще вы такой прекрасный человек. Спасибо. С вами так общаться приятно. А на концерт придете ко мне? Ну а как же? Обязательно. Теперь даже сомнениями. Собирайте друзей, родных, близких. У меня всегда концерты проходят прям по-домашнему, по-уютному. Так что берите своих любимых, родных и близких, ладно? Да, да, да. Спасибо вам за звонок. Здоровья. Спасибо вам большое, Нина Ивановна. Ой, как приятно. Афиночка, снова наругались на меня? Не надо ругаться, а давай тогда споем, может быть, что-нибудь такое. Когда ты уйдешь. Когда ты уйдешь. Тоже премьера? Да у нас сегодня одни премьеры. Вообще. Так нет, а последние какие у меня там песни? Ой, мы успеем хоть, нет? Давай. Когда ты уйдешь. Я стану без тебя еще сильней, закончится дождь, зажгутся в небе тысячи огней. Не суждено с тобой вместе быть, расходятся дороги. Я знаю, тяжело меня любить, забудь свои тревоги. Когда ты уйдешь, не перестанет наступать весна. Любовь мою ты не вернешь, но в сердце не кончается она. Нам не дано с тобою вместе быть, тебе нужна другая. Я знаю, тяжело меня любить, тебя я отпускаю. Всегда любимой буду для тебя, всегда любимой, неукротимой, неземной, неповторимой. Я буду счастливой, и ты, наверное, тоже, но знай, я очень скоро позабуду про тебя. А ты забыть не можешь, когда-то, потом. Пересекутся наши города во взгляде любящим твое. Прочту, что помню обо мне всегда. Я помашу тебе рукою вслед, а кликну на пороге. Меня ты любишь столько долгих лет, а мне пора в дорогу. Всегда любимой буду для тебя, всегда любимой, неукротимой, неземной, неповторимой. Я буду счастливой, и ты, наверное, тоже, но знай, я очень скоро позабуду про тебя. А ты забыть не можешь. Неукротимой, неземной, неповторимой. Я буду счастливой, и ты, наверное, тоже, но знай, я очень скоро позабуду про тебя. А ты забыть не можешь. Друзья, Афина, сегодня в гостях на телеканале «Ля Минор». С новой программой, с новыми песнями слушайте и смотрите их во время гастрольного тура. Певицы по разнообразным городам. Ростов-на-Дону, ближайшие города Питер, Москва. Ростов-на-Дону, Ростовская область, и Вологда, и Череповец, и Архангельск, и Оренбург, и Тверь, и Киев 15 января. Ну, в общем, короче, ребяточки, просто заходите ко мне на сайт, и там все-все-все будет видно, все будет понятно. Просто Афина-певица, и все будет вами увидено. Спасибо огромнейшее, Димка. Афинчик, я не прощаюсь. Нет, еще одну песню мы успеваем. Единственное, улетай мы не сможем спеть, полюбить да потерять песню. Да, потому что это опять же Эдик Видна, между прочим. Полюбить да потерять? Да. Вот душа кричит, вот это вот «Я пропадаю», который я спела, и вот «Полюбить да потерять» это тоже шевральная песня. Уже четвертый раз говорю, что пишите с ним дуэт. Так я напишу, Эдик, если ты смотришь. Пиши дуэт. Немедленно. Давай, петь «Полюбить да потерять» Эдуард Видна и «Музыка и слова». Гениальный мой. А воплощение Афина. Да. Ла-блать парой Поехали Ла-блать парой Ла-блать парой Ла-блать парой Полюбить да потерять Проще, чем остаться Отпустить и бежать Но от себя не спрятаться И послушай совет Душу время лечит Только все это бред Но вряд ли станет легче Мне тебя не простить нельзя Позвыть не смогу, понимаю Между небом и землей скользя Я это точно знаю Мне тебя не простить нельзя Позвыть не смогу, понимаю Между летом и зимой скользя Я это точно знаю Полюбить да потерять Так бывает часто Жизнь по-новому начать Но это все напрасно И когда за окном наступает вечер Мысли лишь об одном Вряд ли станет легче Мне тебя не простить нельзя Позабыть не смогу, понимаю Между небом и землей скользя Я это точно знаю Мне тебя не простить нельзя Позабыть не смогу, понимаю Между летом и зимой скользя Я это точно знаю Гулапа рай Ла-ла-ла-лай-лай Мне тебя не простить нельзя, позабыть не смогу, понимаю Между летом и землей скользя, я это точно знаю Мне тебя не простить нельзя, позабыть не смогу, понимаю Между летом и зимой скользя, я это точно знаю Я это точно знаю Я это точно знаю Шикарная, хорошая песня Ой, я так рада, что тебе понравилось, Димочка Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается А что делать? Смотрите Афину живьем, смотрите на концертах Короткое резюме сегодняшней программы У Афины новых песен много, концертов много Жизнь не стоит на месте, движется как паровоз вперед Новые песни, новые авторы, новая радость зрителям Новая радость радиослушателям, телезрителям Спасибо огромное Спасибо вам огромнейшее Я честно говорю, я искренне вас люблю Я когда прихожу, я вижу всех, операторов, звуковиков Всем привет, всех люблю Всем спасибо огромнейшее Сухуми, мои любимые родные родственники Всем-всем-всем, всех, кого перечислила До свидания Счастливо